в сегодняшнем видео я покажу вам мои дивиденды за сентябрь месяц добавлю позиции по золоту в свой портфель и подведу итог своего инвестиционного портфеля приветствую друзья на моем канале и я уже давно не записывал видео со своим портфелем и поэтому сегодняшнее видео будет полностью посвящено ему и самого начала я хочу сделать покупку золота в свой портфель она сейчас немного просадки поэтому решил добавить позиции по этому товару и так кому интересно на фондовом рынке я инвестирую уже год и почти 4 месяца и за это время мой портфель достиг стоимости почти в 108 тысяч злотых и это почти 2 миллиона рублей а сейчас давайте перейдем во вкладку и т.р.п. здесь находятся различные и т.р. на различные фондовые рынки здесь есть азиатские тигры это и т.р. на лучшая компания китая биотехника чистая энергия немецкий фондовый рынок американские облигации но нас сегодня интересует золото поэтому нажимаем сейчас мы видим график золота за три месяца давайте выберем интервал один год и мы можем видеть что уже давно по золоту идет нисходящий тренд и я думаю что это хорошее время чтобы докупить этот товар мой портфель сумма сейчас составляет 25 фунтов а я вам забыл сказать что это рынок британии цена на этом брокере немного отстает также по правой стороне вы можете видеть прогноз польских аналитиков по этому и т.р. видим что через три месяца ожидается небольшая прибыль через 6 месяцев еще большая прибыль а через год аналитики прогнозируют спад почти на 13 процентов далее посмотрим на название этого и т.р. здесь показано сколько активов выпущено всего какой это рынок это весь мир рынок британии провизия это для меня когда я покупаю далее это тикет на этом брокере на картинке мы видим что этот и т.р. торгуется во всем мире и на какой бирже он торгуется и так теперь перейдем к самой покупке нажимаем кнопку купить мы будем покупать 30 штук и так вписываем 30 штук ой только здесь я забыл поменять что нужно писать число снова вписываем 30 сумма и т.р. оставляет сейчас 2495 фунта нажимаем да проверим еще раз все ли правильно я заполнил и нажмем кнопку покупки сейчас мне нужно подтвердить мою операцию с мобильного приложения это немного займет времени я вам это промотаю сейчас вы можете видеть что я подтвердил операцию с телефона закроем это окно и перейдем на главную страницу платформы и когда операция реализуется здесь будет показано зеленым цветом что операция реализовалась обновим страницу и мы можем сразу видеть что эта операция реализовалась зайдем во вкладку операции видим что все отлично теперь перейдем снова мой портфель и видим что процент по этому и т.ф. увеличился почти на 7 процентов и сумма составляет 7800 и также видим что количество активов возросло до 58 штук а сейчас после покупки перейдем к моим дивидендам за сентябрь месяц так перейдем вкладку операции история финансов и выберем вкладку дивиденды как вы сейчас можете наблюдать и дивидендов в сентябре месяце у меня было много начиная от 2 сентября от компании intel и заканчивая аж компании джилет которая заплатила мне в последний день сентября и итак пройдемся по всем по порядку компания intel заплатила мне 24 злотых на российский это 450 рублей далее 8 числа мне заплатила компания сутерн в размере почти 30 злотых это 550 рублей компания волмарт тоже 8 числа мне заплатила 11 злотых это 215 рублей далее идет макдональдс не знаю почему такой тикет у этого брокера но могу вас заверить что это именно он и так 16 числа он не заплатил 17 злотых это 320 рублей также 16 числа заплатила зеленая компания nextr в размере 15 с половиной злотых это 280 рублей далее идет royal dutch shell из немецкого фондового рынка он заплатил мне 21 числа в размере 49 злотых это 901 рубль далее идет банков америка заплатила мне 27 числа почти 20 злотых это 360 рублей и последняя компания в сентябре это джилет сайнс заплатила мне 30 сентября почти 30 злотых и это 540 рублей также мне пришли уже дивиденды за октябрь месяц от компании саймон пропорти в размере 58 злотых это 1076 рублей и компания пепси заплатила мне 24 злотых это 440 рублей сейчас все это мы запишем мою таблицу перейдем в нее я уже давно вам не показывал свои дивиденды но мне здесь осталось списать только компания банков америка и джилет и так банков америка заплатил мне 19 6 и джилет заплатил мне 2955 и так сейчас мы видим сумму в размере 196 злотых также мы можем видеть сумму на этом графике это примерно 3623 рубля за предыдущий такой же период не было выплачено 137 злотых а в этом месяце это примерно на 45 процентов выше чем за предыдущий период также запишем в октябрь месяц мой доход от двух компаний это самим пропорти который заплатил мне 58 63 и пепси заплатил мне 24 злотых и так в октябре месяце за первые два дня мне уже пришло 83 злотых на российские это 1520 рублей и напоследок перейдем к моему портфелю которые я уже давно не публиковал своих видео и так перейдем в портфель и сейчас вы можете видеть что сумма моего портфеля составляет 111 тысяч перебиль за год и три месяца составляет девятнадцать тысяч восемьсот в прошлый раз когда я подводил итог моего портфеля это было где-то месяц назад сумма моего портфеля составляла почти сто пять тысяч и прибыль составляла 17 тысяч сто сейчас если мы отнимем семнадцать тысячу девятнадцати то получится что чистая прибыль за месяц составила 2694 злотых или на российские это сорок девять тысяч с половиной а сейчас более конкретно я вам покажу какие акции подросли в моем портфеле за минувший месяц а какие немного упали немного я уменьшу и сейчас по правой стороне вы можете наблюдать столбик со стоимостью моей акции месяц назад пройдемся по акциям у которых был значительный рост или же падение это примерно вот полторы тысячи рублей и так начнем с минусов компания apple потеряла две тысячи двести компания caterpillar упала на три тысячи шестьсот телесистемы и циска упали на четыре тысячи зеленая компания next era упала на четыре тысячи восемьсот не зеленая компания сатерн также упала на четыре тысячи сейчас перейдем более приятным компаниям которые принесли прибыль в мой портфель и так компания AT&T принесла мне две тысячи рублей немного больше принес intel это три тысячи сто далее идет simon property который принес уже четыре тысячи следом идет банков америка который увеличился на восемь тысяч и также второй банк моем портфеле это джей пи морган он также принес восемь тысяч мой портфель следующая идет компания royal debt shell она увеличилась аж на шестнадцать тысяч рублей за предыдущий месяц и конечно лидер роста моем портфеле является компания ван оук она увеличилась на восемнадцать тысяч рублей и на этом ставьте ваши лайки подписывайтесь на мой канал если вам было интересно это информация увидимся с вами в следующем видео всем удачи всем пока